Исторический квест – это часть проекта «Гражданин страны Росатом». Для того, чтобы организовать такое мероприятие, необходимо тесное взаимодействие со всеми образовательными и культурными учреждениями города. В нем приняли участие пять команд из всех четырех школ – «Крепость», «Гвардейцы», «Факел» и «Аврора» и Дома детского творчества «Любомир». В каждой команде пять человек – это мальчишки и девчонки 13 и 14 лет. Я ожидаю просто даже не то, что выиграть в этом конкурсе, просто поучаствовать, развиваться в сфере военной. Это очень интересная тема, поэтому хотелось бы очень поучаствовать. Меня позвали и вот так сложилось, что хотелось бы поучаствовать. Я думаю, это как раз таки надо для того, чтобы дети начали развиваться, они должны знать свою историю. И как раз таки вот это великое событие, которое посвящено Великой Отечественной войне. В этот раз школьников ожидало прохождение шести этапов в разных точках Десногорска – первая и вторая школы, историко-краеведческий и поисковый музей, центральная библиотека и центр культуры и молодежной политики. Все этапы были организованы так, чтобы ребятам пришлось не только побегать по городу, но и поломать голову над выполнением заданий. На этапе допрос диверсанта командам необходимо было найти ошибки в ответах диверсантов, а в знаках различия войск определить войска по эмблеме. Этап знатоки был настоящей исторической викториной. Определить военную технику и оружие по описанию ребята должны были на этапе военное фото. Пятый этап – азбука Морзе. Здесь участникам необходимо было определить место, с которого начнется наступление, используя запись сигналов. А в военном эрудите по отрывкам определить название кинофильма. Им очень интересно, они узнают что-то новое. Просто есть некоторые этапы, которые ребята даже и не знают, как вообще с этим работать. Например, как азбука Морзе. То есть дети с этим явно нигде в жизни не сталкиваются. Им очень интересно, у них потом очень много положительных эмоций. Они потом просят, можно мы еще и еще, делайте нам, пожалуйста. Все юные историки и следопыты показали любознательность и характер победителя. Места распределились следующим образом. Бронза у команды Дома детского творчества Любомир, серебро у гвардейцев второй школы, золото взяла команда Аврора четвертой школы.